Жизненные циклы автомобилей становятся только короче, поэтому новый Hyundai Tucson появился всего на шестом году после выхода машины третьего поколения. Притом свежая итерация корейского бестселлера вышла ну очень вычурной. У четвертого по счету Tucson'а внешность надо рассматривать долго и вдумчиво. То, что кажется противотуманками, на самом деле основные фары, а разбросанные по решетке радиатора светодиодные осколки – это ходовые огни. Боковины, испещренные выштамповками, наверняка вызовут нелестные комментарии со стороны жестянщиков. Однако выглядит свежо и дерзко. К оформлению кормы дизайнеры тоже подошли крайне затейливо. В итоге прошлый Tucson теперь кажется сереньким скромнягой. Разумеется, по габаритам новичок обходит предшественника. Без этого сейчас никак. Вдобавок корейский кроссовер впервые предложит удлиненную версию. Ей растянули не только колесную базу, но и задний свес. Правда, такая машина появится не во всех странах. Салон тоже выполнен по совершенно другим канонам. Отныне водителю и пассажиру отведены индивидуальные коконы, разделенные мощной центральной консолью. К слову, здесь не осталось места традиционным кнопкам. Даже блок климатики стал сенсорным. Управление автоматом переведено на кнопки. Еще одно трансмиссионное новшество. У ручной коробки педаль механически больше не связана со сцеплением. Полноприводная трансмиссия получила фиксированные настройки для езды по грязи, песку и снегу. А вот обсуждать гамму двигателей не имеет большого смысла. Она будет особенной для каждого региона. Скажем, в Европе ставка сделана на малокубаторные турбомоторы – бензиновый и дизельный. А также их мягкогибридные версии. Есть и полноценный подзаряжаемый гибрид. Под кузовом скрывается новая платформа. Хотя принципиальная схема ходовой части осталась прежней. Разумеется, свежая архитектура поддерживает полный набор электронных ассистентов. Вот только полноценного автопилота пока не заявлено. Зато обещано множество премиальных опций. От панорамной крыши и контурной подсветки до вентиляции кресел и дорогой акустики. Особый интерес вызывает подушка безопасности, разделяющая передних седоков. В родной Корее новинка появится через неделю-другую, а вот всем остальным придется дождаться наступления нового года. А значит, российская версия модели, скорее всего, пропишется на бывшем GM-овском заводе в Петербурге.